Давайте снова откроем наши Библии на нашем базовом месте Писания. В книге Притчи, 10 глава, 22 стих. Я подожду, пока вы откроете свои Библии. Я хочу, чтобы ваши глаза еще раз увидели это место Писания и прочитали его. Если вы не взяли с собой Библию, прочитайте его вместе с тем, у кого она есть. Вы можете помнить вкус картошки, но вы ничего не получите от того, что просто будете его помнить. Аминь. Вам нужно и есть. Хорошо дело то же самое и со Словом Божьим. 22 стих. Благословение Господне, оно обогащает и печали с собой не приносит. Благословение Господне, оно что-то делает. Скажите, оно делает. Скажите это. Я благословлен не потому, что я богат. Я богат, потому что я благословлен. Я благословлен не потому, что я исцелен. Я исцелен, потому что я благословлен. Уделяйте время тому, чтобы размышлять над этим, и говорите это Говорите это постоянно Я имею в виду, что это применимо ко всему, что вы видите Благодарение Богу, Аллилуйя И, конечно, вы благословлены, потому что вы богаты Но мы учимся тому, как взять эту вавилонскую систему торговли Которая поймала в ловушку этот мир, который думает Что им нужно добыть богатство для того, чтобы быть благословленными Мы должны развернуть это в другую сторону и осознать, что мы богаты, потому что мы благословлены Вы понимаете? Поскольку если делать это по-другому, оно приносит с собой печаль А так оно не приносит печали Иисус не против того, чтобы его народ был богат Мы выяснили это на прошлой неделе Он против алчности Если вы втягиваетесь в эту вавилонскую систему, она работает на алчности И вы иногда будете действовать в определенного рода алчности Даже если вы не осознаете, что вы это делаете Поскольку это та система, в которой вы находитесь Поэтому узнайте это Размышляйте над этим и говорите это много Итак, откройте вместе со мной послание к евреям Ибо Мелхиседек, 7 глава, 1 стих Царь Салима, священник Бога Всевышнего Тот, который встретил Авраама И благословил его Возвращающегося после поражения царей Которому и десятину отделил Авраам от всего Во-первых, по знаменованию имени Царь правды А потом и Царь Салима То есть Царь мира Ко мне только что пришло слово от Господа Слава Богу Аминь Скажи мне это еще раз, Господь, как ты сказал это раньше Он встретил Авраама и благословил его Возвращающегося после поражения царей И здесь также сказано, что он, Мелхиседек, был царем правды или праведности Для него благословить Авраама и назвать его владыкой неба и земли Если это было не так Или если это было в действительности не то, что он сказал Для него это было бы неправедным делом Вот что я услышал от Господа Бог именно это и имел в виду, когда он сказал Владыка неба и земли Он говорил это серьезно Мы видим это в 4 главе послания к римлянам Его обетованием быть наследником мира Было не по закону Но по праведности веры, слава Богу А мы унаследовали обетование Авраама Вы читаете об этом прямо там же В 4 главе послания к римлянам Там сказано, что оно по вере Чтобы было по милости Дабы обетование было не приложено для всего семени Всего семени А если вы Христовы, то вы семья Авраамова и наследники Наследники чего? Наследники чего? Главного благословения Да Но что есть главное благословение? Наследник мира Я же сказал, наследник мира Слава Иисусу! Аллилуйя Итак, Он проповедовал Евангелие Бог проповедовал Евангелие Аврааму Верно? Мы об этом читали По-вашему, Иисус проповедовал бы какой-то другой Евангелие? Конечно же, нет Поэтому не закрывайте это место в послании к евреям И откройте вместе со мной 4 главу Евангелия от Луки Когда вы начинаете ходить в этом И узнавать эти вещи Говорю вам Служение Иисуса Его двери Просто открываются Все, что Он делал на этой земле Он делал как семя Авраама Благословленное без меры Скажите это, благословленное без меры Из-за того, что Он проповедовал Из-за того, что Он говорил слова Божьи Бог дал Ему своего Духа без меры Все, что Он делал для того Чтобы благословлять эту землю Даже Его воскресение из мертвых Духом Святым Должно было быть в рамках главного благословения Для того, чтобы это произошло Поэтому это было главное благословение Главное благословение Это венец власти людей На этой земле Поэтому это было главное благословение Которое воскресило Иисуса из мертвых И посадило Его по праву руку величия Итак, Луки 4, 18 Дух Господень на мне Ибо Он помазал меня Благовествовать нищим Помните, Иисус сказал Блаженны или Благословлены нищие И они благословлены не потому, что они нищие Они имеют на это право Потому что они нищие Кто такие нищие? Что ж, Он перечислил здесь всех, кто является нищим Это те, кто нуждается в исцелении Это те, кто нуждается в освобождении от сокрушенного сердца И освобождение из плена Слепые, нуждающиеся в прозрении Измученные, нуждающиеся в том, чтобы быть отпущенными на свободу Все эти вещи находятся под проклятием Все они под проклятием Все из перечисленного Поэтому слепой человек Это нищий человек И не важно, сколько у него денег Понимаете? Сокрушенный сердцем человек Это нищий человек Сколько бы у него ни было денег Он нищий И зачастую те деньги, которые есть в его руках Я знаю людей, у которых есть много денег И они не являются богатыми людьми Они нищие люди Они думают, как нищие И когда вы даете нищему человеку много денег И он по-прежнему мыслит, как нищий человек Он убьет вас, прежде чем позволит вам получить что-либо из этого Бог не против того, чтобы его народ был богат Он против того, чтобы вы были алчными Если вы действуете в этой вавилонской системе В той или иной момент вы будете практиковать алчность Осознаете вы это или нет Потому что на ней основана вся эта система В ней все функционирует на основании алчности Итак Евангелие Евангелие Слава Богу Аминь Евангелие Благая весть Что является благой вестью? Я благословлен Я благословлен при входе Я благословлен при выходе Я благословлен в городе Я благословлен на поле Слава Богу Аминь Аллилуйя Я вошел в его место покоя Я вошел в его покой Я успокоился от своих собственных дел Аллилуйя Главное благословение работает для меня Главное благословение работает для меня Главное благословение работает для меня Давайте вернемся к посланию к евреям «Ибо Мелхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, тот, который встретил Авраама и благословил его, возвращающегося после поражения царей, которому и десятину отделил Авраам от всего, во-первых, по знаменованию имени царь правды, мы здесь сейчас к чему-то подходим, поэтому слушайте внимательно, хорошо? Давайте перейдем к четвертому стиху. Видите, как велик тот, которому и Авраам, патриарх, дал десятину из лучших добыч своих. А теперь прочитаем шестой стих. «Но сей, не происходящий от рода их, получил десятину от Авраама и благословил имевшего обетование». Он получил десятину. Итак, он царь правды или праведности. Он в правильном положении перед Богом. Он был там, потому что Бог послал его туда. Зачем? Чтобы передать это благословение, которое после Адама перешло к Ною. Поэтому оно было у Симы. И теперь переходило к Аврааму, который должен был стать Авраамом, по линии которого потом придет Иисус и даст нам с вами возможность быть наследниками. О, говорю вам, мы уже близко. Мы уже на подходе. Хвала Господу. «Без всякого же прекословия» Я выговорил это. «Меньший благословляется большим». И здесь... Где здесь? Здесь, на этой земле. Прямо сейчас. Десятины берут человеки смертные. А там, имеющий о себе свидетельство, что он живет. Мы отдаем десятину ему. Там, в четвертой главе Евангелия от Луки, Одним из того, о чем благовествовал Иисус, было «Лето Господне благоприятное». «Лето Господне благоприятное» – это сверхъестественное погашение долгов, возврат всей потерянной собственности из-за этой вавилонской системы, воссоединение семей, когда они снова становятся целостными. Все это включает в себя «Лето Господне благоприятное». И когда Иисус проповедовал это в тех церквях, Он говорил им... Понимаете, Он проповедовал главное благословение. Это были иудеи. Они понимали, что должны были быть благословленными. Они – семья Авраама. Но они сделали из этого такую религию, что они очень слабо себе это представляли. Некоторые из них никогда об этом и не слышали. Иисус сказал, «Посмотрите, я здесь. Я – ваш юбилейный год. Я здесь». Слепые – вам не нужно быть слепыми. Нищие – вам не нужно быть нищими. Сокрушенные сердцем – вам не нужно быть сокрушенными сердцем. Больные – вам не нужно быть больными. Должники – вам не нужно сидеть в долгах. Говорю вам, вы благословлены. И помните, что сатане больше всего не давало покоя? Когда дело касалось Иова, который был самым богатым человеком на Востоке. Когда сатана пришел перед Богом, он сказал, «Разве Иов служит тебе просто так? Ты благословил его». Теперь вы знаете, почему Иов был самым богатым человеком на Востоке. Ты благословил его и оградил его кругом. Стеной главного благословения. Скажите это. «Вокруг меня стена главного благословения». И она не пришла с небес, она вышла изнутри вас. И если она не может отсюда выйти, она не может вас окружить. Вы хотите сказать, что никогда не слышали о всеоружии Божьем? Именно. И когда вы преклоняете колени перед Вавилонской... Понимаете, я говорю об этой Вавилонской системе. Вы преклоняете колени перед Вавилонской системой, чтобы получить восполнение ваших нужд. И вы раскрываете свою финансовую информацию, информацию о своих личных финансах. Конституция защищает наши права, которыми мы наслаждаемся. Например, ваши доходы являются конфиденциальной информацией. Я не могу пойти и получить информацию о ваших доходах. Если я попрошу ее у вас, и вы мне ее предоставите, то теперь с этой информацией можно делать что угодно. Я могу напечатать ее на первой странице в газете, и вы ничего не сможете с этим поделать. Вы не можете подать на меня за это в суд. Вы пренебрегли своей защитой. Аминь. Итак, вы сдаете свои финансы Вавилонской системе. Вы лишились своей стены благословения, поскольку теперь этот взаимодавец становится головой, а вы хвостом. И он не может благословить вас. И вы по-прежнему можете действовать по вере, двигаться в определенных вещах. Бог будет делать для вас что сможет, когда вы будете поступать и жить в вере. Но вы надели колпак на свою жизнь. Вы не сможете быть благословлены больше этого, поскольку дьявол будет приходить и красть это. Вы открыли дверь. В этой стене благословения есть брешь. Вы пробили ее. Особенно, если вы живете в распрях и непрощении. Библия говорит, что дьявол уловит вас в свою волю. Бог не отдавал Иова в руки дьявола. Иов сам отдал себя в руки дьявола. И это описано в самой первой главе. Он возносил все сожжения. Он боялся, что его дети похулят Бога. И он постоянно возносил одни и те же все сожжения. Снова, снова, снова и снова. То есть он не делал этого в вере. Он просто продолжал это делать и продолжал говорить. Продолжал говорить, продолжал говорить. Может быть, они согрешили и похулили Бога. И что сатана сказал Богу? Он проклянет Бога. Он похулит Бога. Особенно этот грех и нужен был сатане. Потому что если бы он смог заставить Иова похулить Бога, сатана смог бы прибрать к своим рукам все его богатство и разрушить его влияние на всем Востоке. В этом суть ситуации Иова. Это дал ему право на двойное благословение. И он его получил. Писание говорит, что за посрамление вам будет вдвое. И каждый раз, когда вы сталкиваетесь с гонением или скорбью, вы должны ходить по дому, восклицаясь так громко, как вы только можете. «Я имею право на двойное благословение!» Вся работа дьявола направлена на то, чтобы посрамить вас. Так, чтобы вы раскрыли свою конфиденциальную информацию в любой сфере вашей жизни. Вы раскрываете ее через неверие. Вы раскрываете ее всякими другими способами. Откройте вместе со мной третью главу книги Малахии. Дорогой Иисус! Боже мой! Аллилуйя! Я еле себя сдерживаю. Малахия 3.10 «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища, и хотя в этом испытайте меня!» Говорит Господь Саваоф. «Не открою ли я для вас отверстий небесных, и не изолью ли на вас благословение до избытка? Я, я, я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные». Как он это сделает? Стена главного благословения. Слава Богу! «И виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих», говорит Господь Саваоф. «И, встаньте! «И, все, скажите, все, народы будут благословлены!» Я знаю церковь, которая закупает новую бытовую технику, разные товары, одежду, стиральные машины, швейные машины, все, что только можно себе представить. У нее есть для этого огромное помещение. И они приглашают туда целые бедные районы и дают этим людям возможность сделать покупки. То есть, я могу это взять? Да, берите. Бесплатно? Да, берите. «О, брат Копман, вы начнете так делать, и эти бедняки вернутся завтра, хотя чего-то еще!» А разве вы как раз и не пытаетесь заставить их вернуться завтра, хотя чего-то еще? Так думают нищие люди с деньгами. Эта церковь, слава Богу, делает это вот уже несколько лет. И многими из тех людей, которые пришли во второй год, были те бедные люди, которые приходили в первый год. Эта церковь огромными партиями закупает разные товары на эти проводимые ею дни покупок. Говорю вам, они могут скупить весь супермаркет, слава Богу. Они закупают велосипеды, игрушки, они закупают все, что только можно себе представить. Слава Богу! «Слава Богу!» Эта церковь, эта церковь, эта церковь, скажите, «Моя церковь благословлена!» «Я и залью на вас благословение до избытка, так что у вас не будет достаточно места, чтобы вместить их, скажите это. «Я благословлен!» «Я благословлен!» Благословение без меры! Что ж, воскликните Господу! Слава Богу!